Спасибо за возможность выступить. Дело в том, что на самом-то деле я, в отличие от всех выступающих, не являюсь активным участником премии по вопросу эволюции и опухолей. У меня нет собственных данных, у меня нет собственных даже идей. Мои собственные идеи и данные относятся немножко к другой области. Я на эту тему выступал час назад на другом симпозиуме. И вот такой слайд, один из слайдов моего выступления. Видно, что вероятность ракового роста по мере старения при всех разнобоях на уровне отдельных локализаций в целом складывается вот в такую зависимость в полурокимической скале. Она линейна по времени, в зависимости от возраста. Причем эта линейность, она соблюдается для общей смертности у людей. И даже на самом деле вот здесь такой слайд, который и у бактерий и шерихиоколи. Только здесь у нас 120 лет, а здесь 120 дней. Что из этого следует? Что между старением и канцерогенезом существует фундаментальная взаимосвязь. И вот на этом слайде показана одна из гипотез, почему эта взаимосвязь существует. Суть гипотезы в том, что вероятность опухоли нарастает по мере старения не потому, что нарастает груз мутаций, а потому что в организме меняются условия так, что отбор генетической, возникающих при этом фенотипических вариантов в молодости стабилизирующий, а к старости он становится уже позитивным в сторону все большей злокачественности. Это, опять же, не вполне моя идея, хотя мне она очень нравится. А на самом деле все получается из этого следует, что если занимаешься такими вопросами, то приходится следить за литературой по опухоли, эволюции, то есть просто text cancer evolution. И некоторыми результатами этого слежения я хочу и поделиться. В связи с доминирующей здесь идеей о том, что опухоли играли роль в эволюции, я хочу, прежде всего, обратить внимание на статью, где прямым текстом указано, что самые первые многоклеточные были на самом деле опухолеподобными организмами. В каком смысле опухолеподобными? В том смысле, что они были слабо дифференцированы. И суть их существования стояла в том, что гибель одних постоянно восполнялась размножением других. И, скажем так, основной установкой этих опухолеподобных организмов было как можно более быстрое размножение, как можно более быстрый рост, как можно более быстрая продукция клеток, которые давали начало новым такого рода организмам. То есть это поведение на самом деле очень похоже на то, как ведут себя в организме злокачественные опухоли. И вот одна из существующих гипотез на этой теме стоит в том, что поведение опухоли – это рекуптуляция некого первобытного образа существования даже не отдельных клеток, о чём очень часто на самом деле говорят, а, так сказать, вот таких вот первобытных слабо дифференцированных организмов. И при всём, скажем так, эксессии эзотеричности какой-то и умозрительности этого построения, из неё следует на самом деле вполне резонный практически вывод, что одна из аспектов поведения вот этих самых первичных опухолей было ограничение их собственного роста, потому что нельзя расти до бесконечности, надо как-то это всё регулировать. И когда путём терапевтических воздействий уничтожается большая часть опухолевых клеток, на самом деле, тем самым снимаются ограничения с роста самых таких злокачественных и злонамеренных клеток. И, соответственно, вот эта вот идея, это уже отмечалось несколько раз в этом выступлении, что вот эта идея, что надо раковые клетки уничтожать, это на самом деле плохая идея, она приводит к тому, что просто, так сказать, способствует появлению метастазов. Так, вот на самом деле, так сказать, эта идея, она имеет ещё и... В общем, так или иначе, но суть одной из линтератизирования на онкологической почве состоит в том, что поведение популяции раковых клеток представляет свою реанимацию модуса существования клетков многоклеточных животных, своего рода атовизм. При выдвижении этой гипотезы, значит, вот её авторы апеллируют к Добжанскому, к Джунину Хаксли, ещё к другим, к Варбургу, поскольку вот репет Варбурга, да, это на самом деле тоже считается модусом, возвращением к древнему модусу метаболизма. Ну, и всё, в конце концов, ещё ссылаются вот на эту работу, да, новую, The Call of Evolution of Human Suppulations, с которой, собственно говоря, вся эта идея и пошла. Так, в связи с этим возникают, на самом деле, довольно любопытные вопросы. Самый любопытный вопрос – это, какую форму жизни вообще представляют собой раковые клетки. Вот они, значит, в процессе экзональной эволюции могут эволюционироваться до того, что превращаются в какую-то совершенно отдельную форму жизни, как об этом, кстати, свидетельствует существование инфекционных форм рака у тасмонийского волка, у некоторых моллюсков, да. Это уже вот они сами по себе опухоли существуют, независимо вот в какой-то своей, значит, экологической среде, какой-то новый вид организма. Ну, ладно, это тоже на самом деле. А, и в связи с этим, вот буквально недавно появилась совсем статья, вот она. Инфекционный рак был фактором эволюции, ну, как следующих животных, к половому размножению, поскольку вот такие вот, значит, отбившиеся от рук клетки представляли для животных, которые, или организмов, которые занимались клонированием, очень большую опасность, просто у них вообще никакого защиты не было. А тут генерация, значит, генетическое разнообразие, и уже как-то все это, может быть, как-то лимитировалось. Вот еще один аспект эволюционной роли опухолей. Дальше. Вот такой вопрос. Почему, несмотря на множество генетических перестроек и огромного списка онкогенов, все сводится, в конце концов, к определенному набору свойств, которые квалифицируются как cancer hallmarks, значит, тут набор типичных признаков поведения раковых клеток, среди которых вот эффект варморга лично меня больше всего интересует. И, значит, вот еще такой вопрос, значит, вообще, есть ли какой-то вообще смысл существования вот такого злокачественного фенотипа? Речь идет, замечу, не о опухолевом фенотипе, да, там опухолевский, доброкачественный – это, на самом деле, вполне себе достойная вещь, которая может давать начало вполне полезным вещам, как выясняется. А вот речь идет в данном случае о злокачественном росте. Так, вот это вот результат исследования общегеномного, значит, значит, называется общегеномная панорама драйверов рака. Что мы здесь видим? Что вот есть группа генов, значит, линиями здесь обозначены те гены, которые коэкспрессируются в отдельных опухолях, ну, а размер – это частота представленности генов в опухолях человека. Вот мы видим, есть такая группа. Ну, тут наши знакомые, значит, товарищи, ген P53, K-RAS, ну и так далее, да. Но есть, однако, целые кластеры, которые совершенно от этого не зависят, и мы опять возвращаемся к вопросу. А как получается так, что злокачественные клетки, которые возникают в результате сочетаний самых разных мутаций или там генофенотипических изменений, в самых разных начальных условиях, все они, в конце концов, значит, вот конвергируют к одному опухолевому фенотипу. Один из ответов на этот вопрос простой. А конвергентная эволюция, собственно, дело обычное. Вот, скажем, рыбы, да, значит, и млекопитающие дельфины, они там совершенно разных начальных условий, но к одной форме пришли, да. Но тут, опять же, возникает возражение такое, что в эволюции такой реальной, да, потребовались миллионы лет, а тут все происходит за какие-нибудь там, ну, скажем, у человека лет 10, да, обычные, длительность развития предопухолевого какого-то, значит, поражения до клинической опухоли, порядка 10 лет. Ну, а у мышей этого быстрее все происходит там за какие-то месяцы. Вот как так может, так быстро конфергенция происходить? И, значит, предположение такое, что на самом деле нет конвергенции, а существует некий вот такой гештальт генных сетей, который свойственен клеткам и, более того, может быть, даже первичным, и как личных животным, а при раковом перерождении снимаются ограничения, которые уже накладываются в интересах всего организма на этот гештальт. И после нескольких изменений он вот так выскакивает, как чертик с табакевки, и вот у нас совершенно готовый уже опухолевый фенотип более-менее. И, значит, как-то может получиться, возвращаясь к авторам вот этой работы, да, значит, они приводят такую аналогию. Вот у нас есть некий, так сказать, паттерн карт, да, игральных. Они положены рубашками вниз, и когда мы открываем эти, значит, карты, поначалу никакого порядка не просматривается. А потом, когда открыто достаточное число карт, выясняется, что, да, они действительно расположены в определенном порядке, и вот так вот эти авторы объясняют то, как получается, что после энного числа мутаций дело приходит к определенному набору свойств, которые характеризуют все опухолевые клетки. Но вот, как говорил Дмитрий Иванович Магелеев, сказать оно все можно, а ты пойди продемонстрируй. И вот эти идеи стали стимулом для проведения того, что называется философтиографического анализа. Началось вот с этой работы, которая даже еще до появления этих гипотез была проведена. Что было сделано? Значит, были взяты гены из нескольких баз данных, из нескольких, где к числу онкогенов или генов, как так или иначе связанные с опухолевым и ростом, относились к генам, ну, выбранные по самым разным критериям на самом деле. И затем происхождение этих генов привязывалось к тем или иным событиям, которые происходили на протяжении эволюции жизни на Земле. Вот оно, да, значит, тут от происхождения, значит, вот до этого периода. Значит, предположение было такое, что если гены, которые нотированы самым разным образом, совершенно равномерно, их время возникновения равномерно распределено по вот этой шкале времени, то тогда и для генов, которые квалифицируются как, по тем, опять же, или иным признакам, как онкогены, вот это распределение будет вот таким вот равномерным, да? Но, однако, было показано, что больше всего вот таких генов, причем, опять же, что интересно, отнесенных к числу генов, связанных с опухолевым ростом по самым разным признакам, выбранных из разных баз данных, которые составлялись там на основании разных критериев, вот максимум, вот здесь весь, приходится на время, вот это время происхождения многоклеточных, период от одноклеточности к многоклеточности. Вот такой у нас всплеск. А в общем, мы здесь видим общую тенденцию снижения числа генов, которые квалифицируются как связанные с лаком, от древних организмов к более молодым. Дальше, продолжение этой же линии исследования. Здесь у нас… Да, здесь гены квалифицированы, вот это, значит, для сравнения… Ну, будем показывать-то? Будем. Здесь та же самая картинка, да, которая, напротив, на предыдущем слайде была, а здесь показано то же самое для онкогенов и генов-супрессоров. И мы опять видим вот всплеск представленности онкогенов и генов-супрессоров на уровне происхождения многоклеточности из одноклеточности. Дальше там, ну, тоже есть какие-то занятные на самом деле особенности, но, в принципе, наблюдается снижение от более древних генов к более молодым. Так, значит, дальше. Здесь у нас еще одна работа, где тоже проведен филосфитографический анализ и тоже показано, что максимум генов у нас происходит, приходится на… Это что, на самом деле? Не показываем. А, так. Тоже приходится вот на этот период перехода от эукариот к метазору. Ну, довольно-таки достаточно большое число еще приходится, и, по всему, на нашего универсального общего предка. Ну, а дальше вот такая тенденция. Так, значит, в общем, я здесь не буду, опять же, вдаваться в подробности, потому что они, вот все эти работы, да, они как-то все время бьют в одно. Ну, так, здесь у нас тоже, значит, работа, проведенная, и, значит, на другими методами, на других основаниях, и тоже мы здесь видим, вот, значит, максимум, который приходит на время возникновения, на время происхождения многоклеточных из одноклеточных. И вот еще один интересный момент. Дело в том, что одним из модусов существования вот этих как одноклеточных животных, так и первичным многоклеточных была генерация генотипического разнообразия в ответ на стрессовые условия. Это позволяло определенным вариантам выживать, да, и вся популяция в целом приспосабливалась к постоянно меняющимся условиям среды путем того, что какие-то варианты оказались, оказывались более приспособлены. В конце концов, они, значит, получали преобладание, а дальше, значит, события развивались уже по следующему сценарию. И одним из вариантов генерации вот этого типического, генотипического разнообразия как в бактериальных клетках, а это показано так и возможно в первобытных многоклеточных организмах, был переход на, был отказ от репарации. Репарация, значит, репарация ДНК – процесс весьма энергоемкий. В условиях стресса, скажем, в условиях дефицита продуктов среды для размножения, значит, уже репарация оказывается слишком затратным удовольствием, поэтому ресурсы переключались на размножение в обход репарации. И, соответственно, включались ДНК-полимеразы, которые не останавливались в местах повреждения ДНК, а проходили через него, проскакивали, да, и включали в дочерную цепь, ну, не то, чтобы что попало, но, в всяком случае, уже не то, что требовалось. Вот таким образом, вот этот механизм работает в бактериях, этот механизм работает в одноклеточных иукариотах. И, как выяснилось, этот же механизм работает, судя по всему, в раковых клетках, потому что вот здесь показано, что, во-первых, что чаще всего мутации происходят в более молодых генах, об этом, кстати говоря, уже упоминалось, да, вот показано, что реально в опухолях чаще всего мутированы более молодые гены. И в опухолях повышен уровень экспрессии вот такой вот, значит, ДНК-полимеразы, который как раз и занимается тем, что в условиях стресса проскакивает через участки повреждения ДНК, включает, значит, в вечернюю цепь не то, что надо, генерирует генетипическое, таким образом генерируется генетическое разнообразие, и таким образом, значит, клетки оказываются способными к эволюции в условиях терапевтических воздействий, да, значит, чем-то их лечат, возникают варианты, которые устойчивы к лечению и так далее, и так далее. А показывают также, что подавление вот этой самой ДНК-полимеразы, да, приводит к синтетизации резистентных к лечению опухолей, к химотерапии. Так, ну и что у нас еще? Ну и о мысле человеческой идет еще дальше на самом деле. Вот здесь некоторые люди считают, что вот рассматривают рак во вселенской перспективе развития жизни во Вселенной, но это уже следующий этап обсуждения вопроса. Спасибо за внимание. Опять же, подчеркиваю, что у меня нет своих данных. Это все. Подчеркнуть литературу. Вопросы? У меня три вопроса, поэтому я могу начинать, наверное. Начальник Сергеевич, вот как ты тогда объяснишь, что вот эти данные Дэвис? Ты говоришь, что рак имманентен, там, начало многокреста. Значит, а Дэвис показывает, что 600 миллионов лет назад рак был ноль. Оф, а я не знаю. Значит, я знаю. Значит, наверное, ты должен рак заменить на тьюма. Тьюма, он, действительно, опухоли, они могут характеризовать вот начало жизни, но рак-то позже возникает. Скорее, скорее наоборот, все-таки. Вещь идет о том, что... Но нет у рака примитивных. Опухоли есть, рака нет. Да, но опухоли ведут себя совершенно аналогично тому, как должны вести себя первобытные, какие-то малодифференцированные организмы. Потому что они, во-первых, могут существовать лишь по стольку, поскольку некоторые успевают размножиться, прежде чем остальные погибли. Это первое. А во-вторых, одним из механизмов вот этого выживания популяции является генерация генетического разнообразия. То, что мы видим на самом деле опухоли клетки. Ну, вот это надо еще пообсуждать нам с тобой. Теперь смотрите, еще одна вещь, которую Алексей Георгиевич не процитировал. Вот есть работа очень интересная сотрудникам Московского университета, сейчас я забыл его фамилию, что опухоли клетки, они не только могут заражать, вот как у тусманийского дьявола, а они вообще дают начало новым видам, понимаете? Ну, это да. Удивительная работа, очень хорошая работа, но это вот просто немножко другое направление. Да, да, просто тут можно было бы в эту сторону пойти, но так можно... Теперь, Алексей Георгиевич, еще вопрос. Вот ты приводишь данные стратеграфии, которые противоречат, вообще говоря, нашим данным. Нет, не противоречат. Что интересно, что нет, не противоречат. Я знаю, что не противоречат, но ты как это объясняешь? Нет, они не противоречат. Нет, значит, они противоречат. Там у тебя самый главный пик, он происходит где-то на происхождении жизни, на происхождении многоклеточности. А у нас значительно позднее. Просто я скажу, в чем разница. Что вот этот стратеграфический анализ, он основан на анализе доменов, а не генов. А мы анализируем гены. И поэтому домены вот происходят очень рано, а гены происходят значительно позднее, понимаешь? Не берусь дискутировать, потому что здесь надо владеть техникой всего этого дела. Я вот эту статью, которую я тебе послал, там содержится обсуждение этого вопроса. И вот последний пункт, вот ты говоришь, что молодые гены андопризантят. Это полностью совпадает вот с тем, что мы сегодня показывали. То есть это совпадает с тем, что онкогены и опухолевый супрессор – это самые старые классы человеческих генов после хаускиппингов. Я в связи с этим вот хочу на что обратить внимание, на самом деле, на довольно досадные обстоятельства. Вот существует, скажем так, течение мысли, да, и комьюнити, можно сказать, которое, значит, образуется, да, как-то вот вокруг работ Андрея Петровича, у группы и так далее. А вот эти люди, да, у них тоже была какая-то начало, точка развития их понятий, да, и исследований. У них образовалась своя комьюнити. Я смотрел, вот в их работах, работы, то вот в вашей комьюнити не цитируются, но, между прочим, и наоборот тоже. И, кстати, и тут вот что интересно. К вопросу о теории эволюции. Быстрее всего эволюция происходит, когда имеется несколько маленьких популяций, которые существуют независимо друг от друга, а потом начинают взаимодействовать. Вот тогда вид в целом начинает развиваться быстрее. Вот, возможно, так и не будет. Там очень интересная вещь. После моего выступления в Национальном раковом институте они организовали программу, вот о которой ты рассказываешь, и меня не цитируют. Ну, то есть это просто болезнь англосаксов, понимаете? А вот эту книгу, которую ты цитировал сейчас, да, на нее я рецензию писал, вообще говоря, положительно. То есть, вообще говоря, мы немножко... Ну, то есть, да, взаимодействие есть, да. Ну, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok